итак всех снова приветствую вы как всегда на канале седой инвестор сегодня у нас будет ревизия данного портфеля пройдемся по всем альткоином которые я покупал согласно вашим заявкам которые вы оставляете в телеграм-канале и кстати если вы интересуетесь определенными активами то перейдя в описании ролика вы сможете найти ссылочку собственно мой телеграм-канал поэтому подключаемся у меня там еще есть открытый чат общаются люди каждый день и так что касается альткоинов пройдемся по их пенелу посмотрим какие стоит докупить какие усреднить от некоторых возможно вообще будем избавляться ну в общем то давайте начинать списке самых перспективных криптовалют на постоянной основе в закрытом чате telegram это мой личный проект по заработку существует он уже более двух лет я работу один и соответственно на все ваши вопросы отвечаю лично я сам с помощью открытого чата рекомендации состоят из долгосрочных и среднесрочных инвестиций среднесрочные инвестиции рассчитывайте примерно от одного до шести месяцев но как показывает практика некоторые сделки отыгрывают намного раньше долгосрока рассчитывайте примерно от одного года но опять же все зависит от ваших личных целей каждый криптовалюте я прилагаю график где указываю потенциальный профит и соответственно потенциальные риски для того чтобы вы уловили мою личную мысль с чего я вдруг решил то что будет рост того или иного актива помимо рекомендации в случае необходимости я также тебе помогу разобрать твой старый портфель укажу на его ошибки возможно перри формируем а возможно вообще создадим новый именно сейчас рынок криптовалют максимально непредсказуемый я рекомендуйте воспользоваться данным сервисом чтобы уберечь себя от лишних просадок совсем скоро я буду увеличивать прайсы свои подписки поэтому успеваю подключаться по старым ценам для вступления в мое закрытое сообщество по заработку тебе необходимо перейти в описании ролика и там ты найдешь мою личку и так что касается пенела по этому портфелю за весь период времени получается пенел составляет ровно плюс один процент но главное не в минусе сидим на фоне консолидации биткойна очень хорошо то что пенел он не падает это самое главное чем дольше я сейчас буду находиться на плаву ну точнее этот пенел тем быстрее он начнет свой основной рост когда начнется полноценная бычья фаза по биткойну и так первый актив у нас значит файл coin посмотрим его пенел на сегодняшний день он составляет минус 2 процента в принципе это нормальные предельные значения и что касается графика то у нас получается есть снижение риска вплоть до минус 32 процентов потенциальной коррекции до сегодня его среднюю почему бы этого не сделать потенциальные цели именно по росту они остаются прежние файл coin к юс детей покупаю по рынку и как всегда ровно на 20 долларов купить отлично ордер исполнен идем дальше так после файл coin а у нас идет дода общий пенел составляет всего лишь плюс 8 процентов но также продолжу его накапливать исходя из его технической части все остается по-прежнему те же самые сто тридцать четыре процента от первой цели 2 302 процента ну и потенциальные риски составляют всего лишь минус 35 процентов поэтому до до также сегодня буду усреднять додак юс детей рынок купить ровно на 20 долларов купить отлично следом у нас идет в нынче по нему пенел находится но грубо говоря в нуле что касается технической части идет снижение рисков а это очень хорошо потому что в данный момент будет происходить усреднение они докупка так минус 22 процента потенциальной цели и если работать от второй зоны сопротивления как я в принципе собираюсь это 99 процентов потенциального профита опять же это среднесрочной цели также продолжу его накапливать вон нынче к юс детей все по классике рынок и покупаю на 20 долларов отлично идем далее следом идет гала по ней пенел составляет плюс 11 с половиной процентов минус 40 процентов это все же высокий показатель коррекции поэтому я наверное дождусь понедельника и скорее всего будет продолжение падения я считаю но минус 30 процентов это где-то 1,8 центов я смогу зацепить если нет то будем далее рассматривать его точнее изучать гала пока что идет мимо следующий актив из портфеля flow его пенел составляет минус 5 процентов давайте посмотрим что по технической части да в принципе все отлично риски составляет минус 26 процентов потенциальной коррекции первая цель дает 109 процентов а если будем рассматривать вторую то можно будет заработать около двухста тридцати трех процентов такие дела да сегодня я его усредню и так flow кисть детей рынок 20 долларов отлично купить села пенел по нему составляет плюс 58 процентов я продолжаю его держать но что касается усреднения пока что рано закрепление над зоной поддержки 79 центов к сожалению не произошло и в данный момент есть смысл ожидать продолжение коррекции я рекомендовал вам фиксироваться потому что были шансы на возврат к основной зоне консолидации точнее в основную медвежью фазу что в принципе произошло свои цели я ранее озвучивал то что я собираюсь далее его накапливать потому что техническая часть меня крайне его устраивает я буду ожидать продолжение коррекции но первая цель получается у меня 56 центов или 57 а вторая уже посмотрим пока что я не буду покупать в данный момент техническая часть показывает локальные хаи c98 далее по списку пенел показывает плюс 5 процентов относительно и так что касается технической части по оси 98 минус 39 процентов потенциальной коррекции но с другой стороны 67 процентов профита по первой цели и 176 процентов профита по 2 довольно неплохо на самом деле но с другой стороны есть смысл дождаться понедельника сейчас объясню почему измерим локальный уровень да здесь у нас есть локально зона самого крупного накопления я считаю от нее будет в данный момент отталкиваться цена давайте посмотрим что будет понедельник и далее скорее всего продолжу его накапливать я думаю будет еще небольшая коррекция после 98 но опять же это мои личные мысли я ни в коем случае не утверждаю то что я какой-то профессиональный трейдер придерживаюсь исключительно своим правилам вот и все следующий идет альга совокупный пенел составляет минус 2 целых 68 процентов что касается технической части здесь уже получше риски составляет примерно минус 31 процент потенциальной коррекции и вторая цель дает нам 84 процента а также есть удержание последней зоны поддержки 8 целых две десятых центов поэтому да сегодня альга усредню меня полностью устраивает его техническая часть альга qsdt рынок 20 долларов купить отлично что у нас там дальше lcx совокупный пенел плюс 4 целых 84 сотых процентов техническая часть полностью устраивает кстати буквально недавно можно было забрать вот это движение но она прошла мимо меня я буду продолжать его накапливать потенциальные риски в размере минус двадцати девяти процентов а также вторая цель дает 94 процента профита кстати смотрите этот теневой памп принципе я думаю произошел из-за какого-то крупного вложения точнее кита ну и даже его силы не смогли пробить зону самого крупного накопления именно 19 целых 58 центов я и говорю то что очень часто цена отскакивает от этих зон в обратную сторону в данный момент поэтому активу идет полноценными две же фазы поэтому время накапливать у меня есть lcx qsdt рынок 20 долларов купить lcx отлично следом ava его пенел в минусе минус 3 целых 61 сотых процента но в принципе это можно приравнять к нулю даже что касается технической части все то же самое минимальные риски в размере минус 20 процентов но что касается профита но да здесь заработать немного получится но с другой стороны из-за минимальных рисков можно его рассматривать даже до третьей цели подождать придется дольше чем по другим активом так как здесь расстояние между зонами сопротивления минимальное но все же профит есть какой-никакой вообще по хорошему а вы рассматривать именно в долгосрок скорее всего я его перекинул долгосрочный портфель но когда я это сделаем обязательно вам об этом сообщу так но эту покупку по а вы я буду осуществлять сразу же по бирже by bit покупаю на бирже by bit а вам потом остаток я перекинул с биржи байнер именно на by bit чтобы потом не путаться покупая по рынку ровно на 20 долларов исполнить ордер дам отлично ордер исполнен давайте посмотрим тогда а вот здесь а давайте-ка я прямо сейчас перекинул чтобы потом уже не суетиться внести а вам сеть к сожалению только ерце 20 отсюда я получается вывожу адрес я копирую отсюда с биржи by bit далее вставляю сюда выбираю сеть эфириум ну выбирая все альткоины и того комиссия составляет 12 его но ничего страшного вывод в общем-то ожидаем так далее у нас идет кмд по нему совокупный пинел примерно в нуле находится минус 6 целых двадцать восемь сотых процентов техническая часть меня по нему полностью устраивает хорошие потенциальные цели а также перспективы на коррекцию размере минус 36 процентов но к сожалению цен актива не смогла закрепиться над зоной самого крупного накопления теперь имеет смысл немного подождать коррекцию я подожду до понедельника посмотрю вполне возможно то что завтра послезавтра я смогу от купить цены ниже сегодняшних вот примерно по этим хотя бы по 22 цента пока что подожду ничего страшного следом кава пинел по нему давайте посмотрим что у нас ним плюс 10 целых двадцать восемь процентов техническая часть давайте разберем его потенциалы на риски они составляют минус 32 процента и первая цель может нам дать 72 процента потенциального профита меня крайне устраивает то что последняя зона поддержка была удержана а последний раз цен мы такие видели 2020 году и только сейчас спустя четыре года актив достиг этих значений а то есть я считаю то что по нему сейчас началась полноценная медвежья фазы и есть смысл его начинать накапливать как в средний срок так в принципе в долгую можно но я буду рассматривать исключительно среднесрочной цели многих может удивить зачем я его покупаю после такого жесткого сквиза который составил аж примерно минус 60 процентов но я сейчас объясню что касается четырехлетней давности по этой технической части здесь произошло абсолютно тоже самое после сильного накопления был какой-то сквиз в размере минус 75 процентов но если взять по полной от зоны самого крупного накопления минус 69 процентов поэтому я считаю история вполне может повториться второй раз неизвестно насколько он вырастет но самое главное чтобы я забрал свои потенциальные цели меня в принципе мне в принципе больше ничего не нужно здесь главное не жадничать поэтому до кого сегодня продолжу накапливать кава к из детей рынок покупаю ровно на 20 долларов отлично кстати а вы уже поступила на биржу by bit все теперь этот актив находится именно в долгосрочном портфеле отсюда мы его убрали будет иногда небольшое перераспределение активов в разные портфели опять же там и без заморочки вы можете этому не придерживаться мне так удобнее следить за своими активами я в принципе всегда так делаю о джен следующий пенел которого составляет сейчас посмотрим 0 грубо говоря плюс полтора процента техническая часть что нам показывает обновление дна было но я прошлом рассказывал то что я посчитаю это за погрешность так как пролив состоял там плюс 1 2 процента всего лишь поэтому это ни о чем что касается продолжение накопления но происходит в основном объемном блоке минус 31 процент потенциальной коррекции 1 2 цель дает довольно неплохой профит 128 и 290 процентов также продолжу его накапливать интересует меня исключительно среднесрочной цели о джен и из детей 20 долларов купить отлично идем дальше следом за о джен идет токен хай кстати недавно я начал его накапливать всего лишь плюс один целых двадцать три сотых процентов поэтому в принципе пока что пенел стоит нуле но есть снижение рисков вплоть до минус 34 процентов отлично я считаю поэтому да также буду его сегодня накапливать 1 2 цель дает 101 процент и двести сорок один процент токен хай и из детей и покупают также на 20 долларов купить хай отлично что у нас там дальше токен ван harmony проект пенел по нему составляет минус 2 целых сорок семь сотых процентов техническая часть давайте посмотрим его потенциальные риски с одной стороны есть удержание ближайшей зоны поддержки в данном случае это зона самого крупного накопления но максимальные риски составляет минус 90 процентов вы должны понимать то что есть шансы на пробой зоны самого крупного накопления но с другой стороны но с другой стороны эту зону актив удерживает уже на протяжении 800 дней примерно поэтому не факт то что актив пойдет на обновление последней зоны поддержки что касается цели по этому активу 141 процент профита можно будет забрать по второй цели потому что первая зона сопротивления дает всего лишь 25 процентов профита но как бы неплохо с одной стороны но вот есть все-таки шансы на пробой зоны самого крупного накопления но все равно давайте посмотрим все же актив давненько так держится потенциал на рост есть и огромнейший и вполне возможно то что эта зона накопления была смещена с прошлой а именно с 2020 года где только актив начинал свои торги ван к юс детей рынок 20 долларов купить что там дальше у нас по x team пенел по нему составляет минус 3 процента ровно в принципе тоже можно сказать почти нулевой пенел техническая часть показывает нам довольно низкие риски в размере минус 33 процентов но помимо этого также есть и первая поддержка через минус четыре с половиной процентов первая цель особо ничего не дает плюс 30 процентов роста но вторая может дать 90 до техническая часть меня полностью устраивает также сегодня его прикуплю по x-ти к юс детей рынок 20 долларов купить отлично следом диджи бит диджи бим пенел по нему должен быть очень большой а нет смотрите уже все уже торговается минус 13 целых девяносто четыре сотых процентов между прочим минус составлял примерно минус 40 процентов но потихонечку торговается вполне возможно в будущем в ближайшем будущем я смогу выйти в ноль по этому активу из-за его обновления дна и далее накапливать я его больше не буду такие же дела идем дальше голомер минус 22 процента потенциальной коррекции также потихонечку торговается но все же из обновления дна я дали накапливать его не воду и как только актив даст возможность выйти в ноль я обязательно это сделаю также сегодня его не Я докупаю DYDX, тоже там все плохо было, почти минус 40%. О, торговается минус 23%, отлично. Еще чуть-чуть, и я смогу выйти в ноль по этому активу, и далее накапливать больше не буду. И вот то же самое, обновление дна. Самый худший показатель для продолжения накопления именно долгосрочного. Да и в принципе по средней сроку то же самое. Бейк, минус 7,87%, а что по технической части? Ну, в принципе, все то же самое остается. То есть у нас есть одна глобальная зона поддержки, 25 центов, вторая локальная, минус 18 центов. И именно до нее коррекция составляет потенциально примерно минус 30%. А первая цель может дать аж 60% роста. Ну, это минимум, по которому я отбираю среднесрочные активы. Но что касается максимальной коррекции, минус 69% может ожидаться. Но опять же, после усреднения она может снизиться до минус 40 примерно. Поэтому да, я сегодня его также усредню. Бейк, QSDT, рынок купить ровно на 20 долларов. Отлично. Много сегодня покупок. Сам от себя не ожидал такого. Далее. Фантом, FTM, плюс 62% потенциального профита. Так, это минимум, по которому я рекомендую забирать среднесрочный профит. Давайте посмотрим на его техническую часть, стоит ли это делать или нет. Да, FTM я сейчас зафиксирую. 60% профита, почему бы этого и не сделать. Ну и перераспределим, собственно, Fiat. В FTM, кстати, было вложено не так уж и много. Но опять же, я работаю по целям. Скорее всего, то, что по нему в ближайшее время коррекция продолжится. Так, продажа по рынку. Получается на все 100%. Да. Продать FTM. Ордер исполнен. От FTM избавились. Ну, точнее, продали его. Так, далее, ALV. Что нам дает ALV? Минус 42% потенциальной коррекции. Ну, это, конечно же, просто жесть. Благо, я сюда много не вкладывал. Получается около 20 долларов, там, ну, либо 40. А сейчас 22. Ну да, два раза я покупал его по 20 баксов. И осталось 20. Ну, что ж поделать. В портфеле бывают и такие минуса. Что ж, будем ожидать возможного роста. И как только актив дает возможность выйти в ноль, обязательно это делаю. Покупать его точно сегодня не буду. Переходим к следующему активу, а именно Bika. Здесь тоже вроде бы все очень плохо по нему. Это два актива, по которым безумные просадки. Минус 32%. И техническая часть оставляет желать худшего. Наверное. Не знаю, лучшего, худшего. Ну, ладно. В общем-то, обновление дна было. Пока что возможности выйти в ноль нету. Буду продолжать возможного движения наверх. Я не спорю, что во время обучки по биткоину это все отрастет. Но опять же, насколько сильно он сейчас может упасть, неизвестно. Поэтому если актив дает возможность выйти на таком неликвидном рынке, точнее по слабой, по ликвидности криптовалютному рынку, нужно выходить в ноль, конечно же. Нужно забрать хотя бы свое. Опять же, если рынок даст тоже. Bika сегодня идет мимо. Просто пусть лежит. И, в общем-то, такие дела. Так, что касается долгосрочного портфеля. У нас тут также есть эфириум. Я его также сегодня буду покупать. Но в любом случае, я покажу вам техническую часть. Как же без нее. 2600 долларов за один эфириум. Я считаю, это подарок. После 4000. Коррекция. Даже сейчас составляет минус 36%. А в максимуме она составляла минус 48%. Точно я сегодня его буду усреднять. Эфириум. QSDT. Покупаю по рынку на те же 20 долларов. Продолжаем накапливать. Кто бы что ни говорил, но по лайткоину, я считаю, идет продолжение основной медвежьей фазы. Накопление продолжается. И 73 доллара за один лайткоин. Я считаю, это довольно неплохая цена. В 2021 году по лайткоину я довольно неплохо заработал. Там в размере 300%. Но опять же, это была обычая фаза. По биткоину и там абсолютно все росло. Но лайткоин показал вот около 500%. Довольно неплохо. Но мой профит составил вот примерно около 300%. Также рекомендации я давал в закрытом чате по лайткоину. Но и сейчас при вас также продолжу его накапливать потихонечку, не спеша. LTC. QSDT. Рынок 20 долларов. Купить. Отлично. После лайткоина. А в этом и сегодня с вами купили ее. Точнее я купил далее. Ада Кардана и Эфириум Классик. Так. Ада Кардана. Долгосрочное накопление. Продолжается по нему. Да, я также его сегодня буду усреднять. Меня техническая часть полностью устраивает. Ада QSDT. Рынок. Купаю на 20 долларов. Купить Ада. А также Эфириум Классик. В принципе, все то же самое по этому активу остается. Мои цели по нему абсолютно не меняются. Эфириум Классик пришел в те значения, которые я очень долго ждал. И сейчас можно его также продолжать накапливать. Что я, в принципе, и сделаю. Эфириум Классик. QSDT. 20 долларов. Добавляем сюда. Так. Все. Покупки на сегодняшний день закончены. Сейчас пройдемся по Пинеллу по обоим портфелям. С этого портфеля я уже неоднократно вытаскиваю активы. Но в данный момент Пинелл по нему составляет, ну, грубо говоря, в нуле стоит. Байбит. Продолжаем накапливать. Ничего страшного. Про типичную базу говорить ничего не буду. Все все прекрасно знают. Усреднение, докупка и все такое. Что касается Байбит. Но потихонечку накапливаем. 2700-2800 долларов. А сюда я вкладывал, если мне не изменяет память, около 2000, кажется. Я вот с этим, если честно, немного не помню. Есть анализ Пинелла за 90 дней. Ну, вот получается суммарная прибыль плюс почти 8%. Ожидаем продолжение, а также бычьи фазы по Биткоину. Кстати, что с Биткоином? Давайте посмотрим под конец ролика. О самом главном поговорим. Перед выборами США многим дали заработать на Биткоине. И довольно неплохую прибыль. 67 580-560 долларов за одну монету. Довольно неплохая цена. И получается, сейчас идет смещение нисходящей формации. Да, вполне возможно, что зона консолидации будет теперь примерно вот в этих объемных блоках. То есть максимальная коррекция по локальным уровням может составить примерно минус 8,60%. Хороший сигнал на продолжение роста, а также консолидацию. Чем больше денег в Биткоине, тем дольше будет проходить консолидация. Ну и соответственно, тем крупнее будет бычья фаза. Посмотрим, до чего может достигнуть на этой бычке Биткоин. Но я считаю, она уже совсем скоро должна быть. Лично я считаю, возможно, после выборов она и будет. Что касается прошлой бычьей фазы, у меня получилось предугадать это мероприятие. И на протяжении всей вот этой фазы много кто смог заработать в закрытом чате. Что касается полного списка всех активов, которые рекомендую лично я по среднесрочному и долгосрочному накоплению, у меня есть закрытый чат в Телеграм. Получив доступ к которому, вы, собственно, и будете получать списки по этим активам для долгосрочного и среднесрочного накопления соответственно. А также в случае необходимости я всегда готов разобрать ваш первоначальный портфель, провести по нему полный анализ. В общем, пересформируем его, либо я просто укажу на его ошибки и объясню, что нужно делать. В общем, дам рекомендации. Если тебя это интересует, в описании ролика есть моя личка. Пиши мне, я тебе отвечу сколько это стоит. Но в любом случае, я думаю, мы с вами договоримся. Всем пока!